Как я уже говорил, мы сосредоточились на счастье. Чувствуете ли вы, что в плане счастья и всего остального произошло много изменений? Наверное, одним вопросом. Как бы вы определили счастье? Довольствуйтесь тем, что имеете. И не думайте, что что-то могло быть лучше. Вы можете сожалеть о том, что должны были сделать или о том, чего не следовало делать. Но от этого никакого толку. Нужно просто принимать жизнь такой, какая она есть. Я не думаю, что люди так же счастливы, как и раньше. В мире в наше время много ненависти, что, как вы знаете, является несчастьем, потому что это все происходит не так, как людям хотелось бы. И они хотят перемен. И то, что они хотят, им нужно получить сейчас. Терпение ныне не самое лучшее слово. Меня зовут Вера Кристенсен. Мне сто лет. Как вам это удалось? Сто лет каково это? Я действительно не думаю об этом. Да? Кто-то спросил меня, как это, перешагнуть столетний рубеж. Я ответила, что это то же самое, что и девяносто девять. То есть некоторые люди очень зациклены на том, чтобы дойти до ста. А я никогда не думала об этом, мол, я хочу дойти до ста. Я никогда этого не делала, потому что что я знаю о будущем? Это не мое. Это не моя проблема. Когда я вожу ее на встречи и записи, у нас есть время поговорить, мы болтаем всю дорогу. И знаете, иногда она делится разными вещами из своего прошлого, детства и о том, как живет сейчас. Конечно, у многих пожилых людей есть свои болячки. Я родилась и выросла в Дании. Мы пережили Вторую мировую войну. И мы были оккупированы Гитлером в течение пяти лет. Они просто пришли в один день и захватили власть. Было очень много ограничений. Столько всего, что даже нельзя начать рассказывать об этом. Я ни от чего не страдала. Может быть, потому что я им не мешала, но было много подпольных вещей. Многое мы не могли делать. Вечером на улицах не было света, и это было не самое приятное время. Но большинство из нас выжило. Она по-настоящему храбрая. Звучит музыка. 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 языка, приходится браться за всё, что попадётся. Так что я работала в прачечной, в маленькой больнице, а потом мы переехали, и у меня появилась возможность работать у донтиста. Так что я получила образование как квалифицированный ассистент, ассистент стоматолога. И когда мы переехали обратно в Калифорнию, я много лет работала секретарём в офисе по продаже деревьев. Не знаю, помните ли вы Джорджа Бернса, старого комика? Однажды он сказал, вы не можете не стареть, мы все стареем, но вы не обязаны быть старыми. Так что, я думаю, важно следить за тем, что происходит в новостях, может быть, даже в политике. Она вроде бы тихая, но когда вы общаетесь с ней один на один, она раскрывается, она сидит за круглым столом, вместе с пятью другими постояльцами, и она всегда присутствует за столом, особенно за обедом, и они всегда разговаривают между собой. В этом смысле она общительна. Некоторые жители без проблем встают и читают вступительную молитву на вечерне или ведут её, но, конечно, она не стала бы этого делать. И как долго вы тогда работали, когда вы вышли на пенсию? Мне было шестьдесят пять, это было в восемьдесят пятом, восемьдесят шестом. Я ещё даже не родился. Это почти целая жизнь, я уверена, что социальная защита не хотела бы, чтобы мы были такими старыми. Как вы считаете, насколько сильно изменилась ваша жизнь и мир с тех пор, как вы были молодой? Вы чувствуете, что многое изменилось? Многое изменилось, безусловно. Вы можете просто попытаться подумать, что изменилось в ваше время. Конечно, я скажу, что за последние двадцать пять лет изменений стало больше, чем раньше. Они происходят очень быстро, знаете ли. Сегодня вы покупаете компьютер, а на следующей неделе он уже не годится. Что, по-вашему, было самым большим из того, что вы заметили в изменениях? Самое большое, что произошло, это, может быть, компьютер. Да. Потому что когда он появился, с ним пришло много вещей и до сих пор новые вещи. После компьютера появился телефон и всё остальное, что к этому прилагается. Субтитры создавал DimaTorzok «Она с удовольствием ходит на все вечерние программы, будь то собрание, служба в середине недели, которое проходит у нас по средам вечером, каждую пятницу вечером и в субботу в 6.30. Она посещает все вечерние, вы знаете, и она очень верная». «Поэтому я записал слова четвёртой страфы, потому что он помнит и поискал эту песню в нашем гимне, но её там уже не было, она есть в старом гимне, четвёртый стих». «Я просто счастлива там, где я есть, вот и всё, что я могу сказать, никаких, никаких взлётов и падений. Просто принимаю день таким, каким он приходит. Я очень полагаюсь на Господа, он помогает мне справиться с каждым днём. И если задуматься, это просто чудо, что ты можешь лечь спать ночью и не знать, что случится следующим утром, когда всё снова начинает работать». «Она не боится высказывать своё мнение по разным вопросам?» «Я думаю, что молодые люди думают, что они могут добраться до вершины всего за один шаг. Но для этого нужно работать. И вы должны подходить к жизни по одному дню за раз. Нельзя просто так взять и перепрыгнуть». «Она очень хороша в высказывании своего мнения». Вы можете обрести счастье, если найдёте работу, которую вам нравится делать, будете полезным другим людям. И выбирайте друзей, таких, какие вам нужны, кто поможет вам, а вы поможете им. Потому что сегодня очень легко не иметь правильных друзей. Раньше, знаете, нужно было вставать утром и быть готовым к определённому времени, и ты устанавливаешь время. Но сейчас мне приходится рассчитывать двойное количество времени, потому что я делаю всё очень медленно. «Она уже не такая энергичная молодая курочка, но, вы знаете, она справляется». «Иногда у меня кружится голова, и приходится присаживаться между делом. Так что на это уходит всё утро, чтобы сделать то, что нужно. Встать, принять душ и всё такое. Но пока я счастлива. Я могу всё делать сама. Мне ни в чём не нужна помощь». Она самостоятельная, и она пользуется ходунками. Помню, было время, когда она не пользовалась ими. «Было бы здорово, если бы у меня по-прежнему был свой дом и всё такое. Но так не бывает, когда ты не можешь не стареть. Поэтому случается всякое». «Она была очень терпелива, по большей части, и я это ценю. И время от времени я получаю от неё улыбку, что очень приятно. Знаете, иногда, когда люди стареют, некоторые из них всё ещё похожи на кроликов, энергайзеров. Ну, знаете, идут и идут, идут и идут. Очень активные, понимаете? Ну, потом некоторые, они немного сбавляют обороты, но всё равно стараются наслаждаться жизнью. Они ходят на приём к врачам, потому что хотят жить здоровыми и хотят долго жить. И общий знаменатель – это отношение с Господом Богом. У нас только что родился мальчик. Ему было около двух лет на тот момент. И вот я думаю, реально это или нереально. И ты удивляешься внезапно. Ты остаёшься один. Вот тут-то и приходит моя вера. И за дня в день, прося Господа приблизиться и дать мне мудрость и силу. Потому что есть много решений, которые приходится принимать, когда ты один, а не когда вас двое. И это помогло мне выстоять. И до сих пор помогает. А насколько важна для вас вера в жизни? Вера. Очень важна. Это самое главное. Это то, чем я живу. Я не знаю, что ещё можно сказать. Этого достаточно. Вот и всё. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...